С нами на связи Александр Мережко, народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Александр, здравствуйте, рада вам, как всегда, в нашем эфире. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Спасибо, что стали частью нашего эфира. Напомню нашим зрителям, что более месяца того назад, в апреле 2023 года, похожую резолюцию, решению принял Сейм Литвы. В результате в резолюции было написано, предлагалось полностью поддерживать Украину и в дальнейшем приглашать ее в Североатлантический Альянс. О чем говорит нынешнее заявление Польши? Как оно меняет, давайте так, расклад сил среди государств, которые согласны, чтобы Украина стала членом полноправным НАТО, и стран, которые все еще сомневаются в таком шаге? Не секрет, что есть те государства, которые как раз продемонстрировали свою настоящую дружбу с Украиной с момента полномасштабной агрессии, и которые готовы оказывать полноценную всестороннюю поддержку. Это в том числе государства Балтии и Польша. Эти государства как раз наиболее заинтересованы в том, чтобы поддержать наше стремление стать членом НАТО как можно скорее, потому что они прекрасно понимают, что это вопрос не только безопасности Украины, но это вопрос и их безопасности. Это вопрос обеспечения мира, гарантии для мира и безопасности в Европе в целом. Поэтому они выступают решительно, поддерживая нас, особенно перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе. И это очень хороший знак, потому что каждая такая резолюция, она создает очень важный прецедент, и она создает критическую массу, я бы сказал так, настроений среди государств, членов НАТО, что позволит нам в конце концов стать полноправным членом НАТО. Вы знаете, вот в разрезе заявлений о конкретных странах я бы хотела добавить еще, ну это не заявление, скажем так, высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который дал интервью испанскому телеканалу «Ла Секста» и сказал дословно следующее. Вопрос вступления Украины в НАТО нет на столе, и его не было и раньше. Это буквально два дня назад было такое сообщение по поводу того, что сейчас оно не рассматривается. Ну и в дополнение он сказал еще про Швецию и Финляндию, и сказал опять дословно следующее. Это были нейтральные страны, которые не хотели иметь ничего общего с НАТО, но когда они увидели, что Россия вторгается в Украину, они сказали, что единственный способ обеспечить нашу безопасность – стать членом Альянса, и попросили нас немедленно присоединиться. Ну вот такой немножко диссонанс. Понятное дело, что все страны должны принять коллективное решение, но тем не менее вот это вот понятие немедленности, оно для всех одинаковое? Потому как Финляндия уже в НАТО. К сожалению, это понятие не одинаковое, но я хотел бы напомнить, что господин Боррель, при всем уважении к нему, он представляет все-таки дипломатию Европейского Союза, а не НАТО. А Йенс Толтенберг, генеральный секретарь, во время своего визита в Киеве, он очень четко сказал о том, что видит Украину членом НАТО. То есть на уровне НАТО как раз вот такого диссонанса нет. Безусловно, есть проблема… То есть, вы знаете, очень хороший момент, я хотел бы на этом акцентировать внимание, что практически все согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. И вопрос уже смещается в плоскость модальности, то есть, как это произойдет, и вопрос времени, когда это произойдет. И вот мы как раз заинтересованы в том, чтобы это стало как можно скорее. Тут, конечно, есть разные варианты, и есть государства, которые с осторожностью относятся к вопросу, так сказать, временному, к таймингу, когда Украина должна стать членом НАТО. Например, некоторые выступают за то, чтобы это произошло уже после нашей победы, после завершения войны, агрессивной войны России против Украины. Но есть и другие точки зрения. Сейчас идет как раз борьба в этом плане. Но, повторяю, уже само по себе важно то, что практически все согласны, по крайней мере, возражений открытых по поводу членства Украины НАТО уже нет. И это уже весомая победа для нас. Я вот не могу не отметить, что в этом интервью он упомянул и Йенса Столтенбурга. Вы просто про него сказали. Я процитирую этот кусочек. Глава европейской дипломатии отметил, что решение о членстве Украины в Альянсе не зависит от генерального секретаря НАТО. Это решение будут принимать все его члены. И Венгрия, вот это уже не из интервью, просто в дополнение, она тоже уже согласна с общим решением, что мы там достойны быть? Венгрия верна себе и, как всегда, она торгуется. То есть на сегодняшний момент, понимаете, Венгрия прекрасно понимает, что рано или поздно ей придется уступить мнению большинства. И в данном случае большинства членов НАТО. Но она стремится, Орбан стремится извлечь максимальные выгоды для себя. То есть он стремится к тому, чтобы поторговаться. Хотя он прекрасно понимает, он опытный политик. Он понимает, чем это закончится. А закончится это победой, скажем так, воли большинства государств членов НАТО и вступлением Украины в НАТО. Но прежде чем это произойдет, он будет пытаться что-то еще там для себя выторговать. Тут самое главное, что именно. Я сейчас нашел твит господина Орбана от 21 апреля 2023 года. Коллеги, если можем, давайте покажем. Тут многословный твит. В то время, когда Ян Столтенберг... Да, спасибо. Впервые был в Киеве после начала полномасштабной агрессии. Когда Столтенберг сказал, что место Украины в НАТО, господин Орбан довольно лаконично. Как мне кажется, прокомментировал подобное заявление Столтенберга. Что? Одно слово только. Очень похож на украинского политика до внешнего, который уже сейчас представляет. То ли оккупационные администрации, то ли сам себя на территории Российской Федерации. Непонятно. Ну то есть такие, простите за грубость и народность, непоняток будет больше, чем ближе Украина будет к членству. Хотя, возможно, еще рано говорить о членстве. Госпожа Стефанишина, представительница украинского кабмина украинской власти, Ольга Стефанишина, говорила о том, что Украина ожидает от Вильнюсского саммита политического решения о принятии Украины в НАТО. Политического такой визии, как я понимаю. Хорошо, давайте рассмотрим вариант, при котором Украина не получает подобного политического приглашения. Что тогда? Как должны тогда дальше развиваться отношения? Довольно сложные, как я понимаю. Будут тогда сложные. Между Украиной и Альянсом? Ну, я бы сказал так, что мы все-таки рассчитываем на то, что будет принято такое важное, принципиальное политическое решение о приглашении Украины в НАТО. Конечно, ничего нельзя исключать в политике и необходимо рассматривать все возможные варианты, но я тут все-таки остаюсь оптимистом. Я верю в то, что для нас очень важна вот следующая вещь. Для нас важно, чтобы был определенный прогресс по сравнению с Бухарестским саммитом, на котором еще в 2008 году, то есть уже много лет тому назад, было заявлено, что двери НАТО открыты для Украины. Мы прошли определенную эволюцию, значительную эволюцию. Украина доказала, что она будет одним из лучших государств-членов НАТО, потому что это, как президент очень правильно говорит, это единственная страна в мире, которая побеждает Россию, которая бьет Россию. Это вторая армия в мире, как мы знаем. То есть в этом плане для нас очень важно достичь максимального успеха по сравнению даже с той формулировкой, которая была на Бухарестском саммите. Но я все-таки остаюсь оптимистом. Я считаю, что вопрос сегодня, насколько я знаю, просто государства-члены НАТО ищут соответствующую формулировку. А в какую форму облечь вот это решение о том, что вступление Украины в НАТО неизбежно. Вот вопрос поиска формулировки. И тут, конечно, возможны какие-то компромиссы между государствами-членами. Но для нас важен результат, конечный результат. И я тут остаюсь оптимистом. Вы знаете, еще хочу добавить слова секретаря генерального НАТО, Энса Столтенберга, в интервью в Вашингтон-Пост. Вот совсем недавно он сказал следующее. Насущная задача сейчас состоит в том, чтобы Украина восторжествовала как суверенное независимое государство. Потому что если Украина не восторжествует, ну, соответственно, не выиграет, давайте я скажу простым языком, да, то вообще обсуждать будет нечего. Ну, в этом контексте хотелось бы спросить, тогда получается, что в НАТО принимают сильные страны, которых, в принципе, как и защищать-то, в принципе, не надо, они сами себя могут защитить. Потому что если мы посмотрим, какие страны принимались не сильные, скажем, страны Балкан, некоторые, которые принимались, да, они не отличались такой уж прям силой и мощностью, в отличие от того, что показывает Украина сейчас на поле боя. Но здесь какая-то нелогичность. То есть если вы не победите, то НАТО зачем? Кто же вас будет защищать? А если победите, ну, тогда мы еще подумаем. Ну, вот как-то так это звучит. Может быть, не совсем дипломатично, но вы сейчас подскажите, как это воспринимать, да? Знаете, я вспомнил шутку, известную шутку по поводу того, что после победы Украины само НАТО захочет присоединиться к Украине для того, чтобы Украина защитила НАТО. Знаете, в этой шутке есть и доля шутки, извините за такой каламбур. Действительно, ну, на самом деле, знаете, я бы сказал так, мы уже победили. Мы уже победили. Мы выстояли как государство. Мы разбили несколько раз армию противника. И вопрос только во времени, когда произойдет полная победа, когда будет восстановлена территориальная целостность Украины полностью, включая Крым. Вот об этом уже стоит на сегодняшний вопрос. Это не вопрос выживания государства. Это уже произошло. Это вопрос полноты победы. Вот я бы так это сформулировал. Мы уже победили в этом плане. Ну, я думаю, что НАТО и другие государства, безусловно, все это видят. Они видят, какой ценный член НАТО, каким ценным членом НАТО является Украина. Потому что это вопрос и их защиты. Они видят, что мы сейчас защищаем Европейский Союз, страны демократии и, в конце концов, и государство НАТО. И я думаю, что они откликнутся на это. И они это прекрасно понимают. В контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту министр обороны Украины Алексей Резников выступал на конференции в Вашингтонском аналитическом центре. Атлантический совет посвящен. Этот саммит был как раз подготовке, еще раз напомню, к саммиту НАТО. Господин Резников тогда говорил о семи пунктах, которые он лично ожидает от Вильнюсского саммита. Один из них, я буквально цитирую, Альянс должен предложить Украине до конца 2023 года четкий алгоритм членства. То есть, приверженность саммита членству Украины в НАТО. Как это, что это за алгоритм? Это а-ля ПДЧ? О ПДЧ, о плане действия членства, сейчас, как я понимаю, речь вообще не идет. Ну, а военная составляющая так точно. Вопрос закрыт, в принципе. Алгоритм это равно гарантии безопасности. Как вы это можете объяснить? Совершенно верно. О ПДЧ вопрос уже очень давно не стоит. Уже как приблизительно год. Мы об этом с нашими партнерами, когда мы говорим о межпарламентском измерении, мы уже давно об этом не говорим. Речь идет о том, чтобы вступить в НАТО как можно скорее. Остаются, я бы сказал так, вопросы технического временного плана. И вы совершенно правы. Например, вопрос о предоставлении гарантии безопасности с того момента, когда будет принято принципиальное решение о присоединении, вступлении Украины в НАТО до момента уже фактического вступления. Уже есть такой алгоритм. Это, например, Финляндия. Это сам процесс присоединения. Он произошел в рекордные сроки. То есть где-то около года. Но это определенный рекорд. Мы реалисты, мы понимаем, что присоединение НАТО после принятия решения потребует определенного времени. Это может быть по-разному. Если мы вспомним ситуации или прецеденты из прошлого, то это занимало несколько лет. Но в силу каких-то даже технических вопросов. То есть алгоритм, как я понимаю, заключается именно в этом. Вопрос, так сказать, расписания, тайм-тейбл для вступления. И вопрос предоставления гарантий. Какие гарантии, в каком объеме и так далее. Ну и вопрос модальностей вступления, присоединения к НАТО. Еще один контекст. Он больше относится не как раз к Североатлантическому альянсу как организации, а, наверное, больше к странам Европейского Союза. Вот вспоминаемо мной выступление господина Резникова, министра обороны Украины, он говорил о том, что НАТО, страны, давайте так, члены Североатлантического альянса, должны обеспечивать насущные оборонные нужды Украины, включая систему противовоздушной обороны, в том числе дальнобойную артиллерию, боеприпасы. На этом я делаю акцент танки и многое другое. О боеприпасах. В контексте заявления со стороны Европейского Союза и эффективности государств, помогающих Украине защищать не только себя, но и, напомню, границы в будущем Европейского Союза, ЕС до сих пор не запустил, ну, либо подпытается запустить заводы по производству боеприпасов как для Украины, так и для себя. Мне кажется, что это много говорит о, ну, скажем так, поворотливости такой системы, как Европейский Союз и вообще возможностей стран, которые подписались помогать Украине, среди которых есть и члены НАТО, о их возможностях вообще как-то двигать вот конкретно практические действия, дать боеприпасы для защиты не только Украины, но и себя в будущем, дать танки, ПВО и многое другое. Да, ну, совершенно верно. Мы видим определенную динамику, определенный прогресс. Если вспомнить, какова была ситуация год назад, то это был просто революционный рывок, произошел по сравнению с тем, что было раньше. Нам не хотели давать тот, другой вид вооружения. А посмотрите, что происходит. Великобритания дает крылатые ракеты дальнего радиуса действия. То есть это просто, знаете, революционные события в плане предоставления военно-технической помощи Украине. И Европа тоже. Она очнулась и она начинает действовать все более активно. Я бы даже сказал, с определенным ускорением. И я уверен в том, что помощь будет предоставляться в больших объемах, будет нарастать и будет происходить скорее. Надеемся. Да, надеемся в том числе на такие слова и на то, что такой процесс все-таки пойдет. Александр, спасибо вам большое. Всегда вам рады в эфире «Фридом». Напомню, что Александр Мережко был с нами на связи. Народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики межпарламентского сотрудничества.